И сейчас к событиям на Ближнем Востоке. Израиль приостановил работу 28 посольств из-за угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске. Об этом сообщило арабское отделение канала Sky News. ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана 1 апреля. В результате атаки погибли двое высокопоставленных генералов корпуса стражей Исламской революции. Было полностью разрушено здание посольства. Иран пообещал ответить на действия Израиля. И как утверждает израильское руководство, они располагают данными о подготовке такого удара. Шеф Ближневосточного бюро Вестей Сергей Пашков передает из Тель-Авива. Нет также точных данных о количестве закрытых израильских дип-представительств. Действительно Sky News сообщила, ссылаясь на свои источники, о том, что в 28 дип-представительствах Израиля по всему миру, при этом не называется в каких странах, дипломатам предложено временно не приходить на работу в целях безопасности. Собственно, израильский МИД эту информацию не подтвердил. Более того, даже отрицал наличие таких распоряжений. Хотя меры безопасности в посольствах по всему миру, в израильских посольствах были усилены, значительно усилены как раз с понедельника, с 1 апреля, с того момента, как израильский ВВС выпустили 6 ракет по зданию консульства Ирана в Дамаске, в столице Сирии. При этом погибли два воскопоставленных генерала корпуса стражи иранской революции, пять офицеров и еще один или два штатских сотрудников дипломатического представительства Ирана. Сегодня в Сибиране, кстати говоря, проходят похороны погибших, и там звучат речи, призывающие отомстить Израилю. И о том, что эта месть не замедлит себя ждать, сообщала накануне и американская разведка, которая предполагала, что Иран может ответить в течение 48 часов, и вот эти часы сейчас на исходе, и что эти удары могут прийтись и по израильским диппредставительствам по всему миру. Но израильская разведка, в свою очередь, об этом писал портал Аксиос, это американский портал, который имеет плотные связи с израильскими политиками, чиновниками и представителями спецслужб. Так вот, что этот удар может быть напрямую из Ирана, это могут быть баллистические ракеты, запущенные в сторону Израиля. В любом случае, в Израиле предпринимаются меры, которые должны поддержать и укрепить безопасность страны. На север страны пересброшены части гражданской обороны. Те, кто будут заниматься в случае необходимости разбором завалов и поиском раненых. В больнице приведены состояние постоянного дежурства, отменная отпуска у военных, которые задействованы в военных действиях. То есть, страна готовится к ответу Ирана, но каким будет этот ответ, в какой момент это произойдет, и как именно, пока точно никто не знает. Население страны, в свою очередь, тоже готовится как может, открывается в различных городах убежище, проверяется их готовность принять население. Люди начали покупать даже генераторы и солнечные батареи, запасаться продуктами. Хотя, накануне представитель армии обороны Израиля, контр-админал Венель Хагари, выступил с успокоительным заявлением, сказал, что пока служба тыла не требует подобного рода мер, и в случае необходимости граждане будут оповещены, а сейчас нет необходимости, и не нужно, как бы так, участвовать в эскалации панических настроений. Так что Израиль приготовился и ждет. В Иране заканчиваются похороны, и вполне возможно, что в ближайшие сутки мы поймем, какую месть за убитых офицеров и генералов приготовил для Израиля тегеранский режим. Из Тель-Авива шеф Ближневосточного бюро Вестей Сергей Пашков. Словакия готовится выбрать нового президента. Завтра в стране пройдет второй тур голосования. Избирателям предстоит сделать выбор между либералом и бывшим министром иностранных дел Иваном Корчоком и представителем левых и спикером парламента Петером Пилигрини. В первом туре голосования победу с перевесом в 5,5% одержал Иван Корчок. В предвыборной ситуации разбиралась наш собственный корреспондент в Европе Регина Севастьянова. Второй тур выборов президента Словакии – противостояние России и Запада. Страна поделена пополам между прозападно настроенными противниками России и реакционными сторонниками риторики Кремля, подозрительно относящимися к Евросоюзу, пишет в авторской колонке старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач на страницах европейского политику. Ситуация полна парадоксов, считает он. По большому счету, президент Словакии не наделен сверхвластью. Премьер-министр имеет больше влияния на повестку и имеет больше действенных рычагов в руках. Однако эти выборы очередные в Евросоюзе, когда люди будут голосовать за абсолютные противоположности. С одной стороны Питер Пелегрини – спикер парламента, бывший премьер-министр, которого поддерживает правящая коалиция во главе с Робертом Фиццо. С другой – Иван Корчок, бывший министр иностранных дел, дипломат, работавший при множестве правительств, включая и правительство Пелегрини – прозападный кандидат. Голосование эксперты и СМИ называют символическим. Если победит Пелегрини, правому правительству Фиццо будет проще проводить реформы, которые заранее вызвали негодование в Брюсселе. С самого момента победы в парламентских выборах и возвращению в кабинет премьер-министра уже в четвертый раз в октябре прошлого года Роберт Фиццо стал проблемным ребенком для Евросоюза. Еще до вступления нового главы кабинета министра в должность его заклеймили вторым Орбаном. Решение упразднить антикоррупционное ведомство, которое вело дела нескольких соратников премьера, Брюсселе, например, рассматривать нарушением верховенства права. И заявление, сделанное главой правительства в прошлый четверг во время визита в Министерство юстиции в Братиславе, на этом фоне было воспринято плохо завуалированной угрозой в адрес правосудия. «Мои соратники очень внимательно следят за развитием событий в отношении решений компетентных органов по этим делам против политических сторонников», — сказал Фиццо. «Мы задали министру очень простой и законный вопрос. Как возможно, что орган, который чаще всего сам нарушает права человека в Словакии, является одной из судебных коллегий Верховного суда?» Глава коллегии Верховного суда Юрай Климент расценил заявление Фиццо как прямую и совершенно необоснованную атаку на независимость судебной власти. Он призвал судей по всей стране дать отпор угрозам. Бывшая министр юстиции Мария Коликова, которая находится в оппозиции, заявила, Министерство юстиции превратилось в Министерство запугивания неудобных судей и защиты обвиняемых в уголовных преступлениях лиц, близких к Роберту Фиццо. Проблемой для Евросоюза и конкретно соседей в Словакии является позиция страны по внешним вопросам. В частности, администрация Фиццо отказалась вооружить Украину и призвала к переговорам с Россией. 2 марта министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что Фиццо назвал примером сбалансированной и суверенной внешней политики. Несколько дней спустя премьер-министр Чехии Петр Фиала на неопределенный срок отложил традицию межправительственных встреч между двумя странами. «Мы не можем оставаться равнодушными к некоторым шагам словацкого правительства», сказал Фиала по этому поводу прессе. «Мы говорим о безопасности и судьбе всей Европы. Если кто-то встречается с министром иностранных дел России Лавровым и говорит о мире любой ценой, это не та форма политики, о которой я могу молчать. Это политика, которая, по моему мнению, угрожает европейской безопасности». В предстоящем голосовании Запад, конечно, надеется на победу Ивана Корчка. Тем более, в первом туре он победил с солидным перевесом в 5,5%. Однако во втором туре гонка обещает быть более напряженной, поскольку у Корчка мало надежд на получение голосов третьей партии антиэстеблишментского и открыто прокремлевского кандидата, получившего 12% Штефана Харабина. СМИ пытаются представить его как несерьезного сторонника заговоров, героя мемов и мишенью насмешек. Однако мобилизация даже скромной части его электората может быть достаточно, чтобы положить конец президентским амбициям Корчка. Помочь своему кандидату может и Виктор Орбан. Словацкие венгры расцениваются как ключевой электорат. Несмотря на активные заигрывания лагеря Корчка с ними, пока считается, что венгры больше тяготеют к идеям Фидеш. Словакия – маленькая страна, где относительно незначительные колебания настроений среди ключевых избирателей могут иметь серьезные последствия для выборов. И разделенное правительство было бы более безопасной ставкой для конституционного строя Словакии, а также ее место в Западном Альянсе, чем наблюдение за тем, как податливый лоалист правящей коалиции займет высший политический пост, пишет Далибор Рахач. Вопрос в том, представил ли Корчак эти аргументы с достаточной настойчивостью избирателям, которые не хотят, чтобы Братислава превратилась в следующий Будапешт. И удалось ли ему убедить тех, кто хочет прямо противоположного, в собственной безопасности для них. Вести ФМ Опубликовано новое расписание единого госэкзамена на этот год, в которое входит право учащегося на пересдачу одного из предметов до конца приемной кампании. Проект приказа разместили Минпросвещение и Рособранадзор. Пересдать информатику, общество знания, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам можно будет 4 июля. Пересдача биологии, географии, базовой и профильной математики, истории, литературы и устной части по иностранным языкам пройдет 5 июля. С подробностями Марина Костюкевич. Обнародованы даты сдачи единого экзамена в этом году. Стартуют с географии, литературы и химии. Их будут сдавать 23 мая. Через 5 дней. 28 мая обязательный экзамен по русскому языку. 31 мая – базовая и профильная математика. А дальше изменения. 4 июня общество знания и физика. Раньше было только общество знания. 7 и 8 июня сдают информатику и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ранее была только информатика. А 11 июня – биология и письменная часть по иностранным языкам. То, что раньше было 13 июня. Историю также сдают 11 июня, хотя раньше было указано 10. Однако самое главное новшество нынешней кампании – это возможность пересдачи одного из экзаменов. Если выпускник получил оценку, которая, на его взгляд, не соответствует его уровню знаний и подготовки, то он вправе попробовать улучшить результат. Предложение о возможности пересдачи ЕГЭ в этом году, а не через год, впервые озвучил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. И вскоре решение об этом уже было принято профильными ведомствами. Такая поддержка очень важна для детей, считая директор столичной школы 1409, заслуженный учитель России Ирина Ильичева. Самое главное, что ребятам дается шанс, потому что многие будут поступать в свой вуз мечты. И чтобы эта мечта сбылась, у них есть возможность еще раз, допустим, пересдать этот экзамен. Случаев, когда ребенок по самым разным причинам не смог показать свой лучший результат и был вынужден отказаться от поступления в вуз или не смог пройти по конкурсу на бюджет – огромное число. Это всегда серьезный удар и для ребенка, и для его родителей, и для его учителей. А ведь иногда плохо сданный экзамен – это просто роковое стечение обстоятельств, говорит директор лицея номер 369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов. По многому неуспех ребенка на том экзамене по выбору не всегда определена его неготовностью. Где-то, если это экзамен по информатике, может программа глюкнуть. Если это экзамен по химии, чего-то может не хватить до практической части. Так что-то может в конце концов отвлечь ребенка, например, головная боль с утра. Безусловно, возможность пересдачи – это шанс исправить обидную ошибку и показать лучший результат. Но важно понимать, что этот шанс единственный. Пересдать можно только один предмет и только один раз. И что не менее важно, в случае пересдачи в счет пойдет последний полученный результат. Предыдущий аннулирует, даже если он был выше. Этого, кстати, многие не понимают, хотя это важно при принятии решения, говорит Ирина Ильичева. Я вот сегодня утром, может, одной из мам обсуждала эту тему. Она уже с большим опозданием, но все-таки поняла, что это не обязательно только повышение оценки. То ребенок просто может в конечном счете и понизить оценку. Здесь нужно, конечно же, хорошо подумать, насколько нужен этот шанс. Кто будет принимать решение о том, стоит пересдавать или лучше не пытаться? Безусловно, это сделает сам выпускник. Но он, естественно, может посоветоваться и обсудить этот важный шаг и со своим педагогом по этому предмету, и с родителями, говорит Ирина Ильичева. Выпускники уже достаточно взрослые и могут принимать сами свои решения, что в каждой школе, в каждом классе отдельно уже по отношению к каждому ученику будут сделаны правильные выводы и правильные шаги. Самое главное, что эти шансы у детей появились. Если ты готовился и если ты уверен в своих силах, почему еще раз не использовать этот шанс? По проекту приказа 4 июля в четверг можно будет пересдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а также информатику, общество знаний, русский язык, физику и химию. А пятница, 5 июля, назначена днем пересдачи экзаменов по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе, а также устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Марина Костюкевич, Вести ФМ. Проект закона, меняющего сроки обжалования административных штрафов, внесен сегодня в Госдуму. Речь идет о любых штрафах, вынесенных по Кодексу об административных правонарушениях. По сегодняшнему законодательству обжаловать наказание можно в течение 10 суток. При этом день из течения срока подачи жалобы может оказаться выходным. Проект поправок предусматривает исчисление времени на обжалование наказания не в сутках, а в днях. При таком исчислении, если последний день попадает на выходной, то срок подачи жалобы переносится на ближайший рабочий день. На связи со студией управляющий партнер компании «Скрипченко» и партнерой юрист Виктор Скрипченко. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Подобные изменения, если они будут приняты, пойдут на пользу гражданам страны, верно? Конечно, конечно, на пользу. Собственно, здесь, по-моему, много слов говорить не нужно, потому что просто у граждан получается больше возможности для обжалования административного наказания. Да, то есть, если поправки будут приняты и закон вступит в законную силу, то в таком случае гражданам не придется сталкиваться с проблемой, когда правонарушение приходится, допустим, на праздничные дни или нерабочие дни. И в этот период, допустим, искать представителей, либо самостоятельно заниматься подготовкой жалоб на постановление. В таком случае срок будет сдвинут на рабочие дни, и, соответственно, это будет сильно проще для обжалования. То есть, в любом случае, закон действует в интересах общества. Ну и, соответственно, увеличивается фактическое время на обжалование. Скажите, а если в течение вот этого срока, 10 дней, как будет, если документ будет утвержден, несколько попадает в выходных, то на несколько дней сдвигается срок обжалования? Нет, у нас сдвигается срок обжалования, если последний в нем обжалования у нас является выходной день, тогда, соответственно, последний в нем обжалования становится рабочий день. То есть, условно, мы представим себе ситуацию, что жалоба выпадает на майские праздники, и первый рабочий день 4 мая, а последний день обжалования 1 мая, да, у человека заканчивается в таком случае, последний в нем обжалования не устанет 5 мая. То есть, сдвигаться будет на несколько дней до первого рабочего. — То есть, в общем, выиграть таким образом можно, ну, не один день, но сдвинуть можно только на один день, получается. Скажите, а в настоящее время не существует ли возможности обжалования по почте, когда днем обжалования является день отправления сообщения, послания, письма? — Почему? Существует у нас такая возможность в случае, если вы подаете жалобу на постановление и отправляете его по почте, то днем обжалования считается день отправки вашего письма. И в случае, даже если в суде последствия будет заявлено о том, что срок пропущен, и предоставляете документы с почты, подтверждающие, что вы направили его своевременно, и суд не может применять это основание и отказывать по основанию пропуска срока. — Ну, то есть, в целом, проблема не такая серьезная, это просто некоторые уточнения в законах. — Ну, я думаю, что да, это некая лояльность, потому что не все у нас отправляют по почте, кто-то приносит, кто-то не знает, как обжаловать. Некая лояльность со стороны государства. — Спасибо. На связи со студией был управляющий партнер компании «Скрипченко» и партнер и юрист Виктор Скрипченко. Субтитры создавал DimaTorzok